В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем первый день осени с погоды. В южных районах местами чрезвычайная пожароопасность пятого класса, а в южных и центральных – четвертого класса. В Черкесске без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днем 32-34 градусов тепла. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около 1900 из них стали учениками школы республиканской столицы. Текущий год в России объявлен годом педагога и наставника, в рамках которого проходят различного рода мероприятия, направленные на совершенствование педагогической деятельности. Региональные власти делают все возможное, чтобы ребята учились в комфортных условиях, у преподавателей были необходимые инструменты, чтобы в доступной форме доносить до учеников самые сложные темы. А материально-техническая база школ была современной. Поэтому курсу мы будем двигаться и впредь. Ведь именно с этой целью в Карачаево-Черкесии реализуются региональные и федеральные программы, внедряются инновационные подходы. Дорогие ученики, помните, что вы – будущее нашей республики. Поэтому стремитесь раскрыть в себе все таланты и способности. Будьте заинтересованными любознательными, целеустремленными, юными гражданами своей республики и нашей страны Великой России. Говорится в поздравлении главы республики. К школе готовы. В Карачаево-Черкесии состоялась благотворительная акция «Помоги пойти учиться». Приобретение школьной формы является одним из главных пунктов в списке ученика. Каким семьям была оказана помощь и кто был организатором, расскажет Дарья Тендит. Гагуевы, как и другие семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, участвуют в акции «Помоги пойти учиться». Их опекун Аклима Идрисовна рассказала, что эта помощь для них стала спасением. Ведь собирать троих детей-школьников – непростая задача. Они выбирали рюкзаки, спортивную форму, мальчикам рубашки и брюки, а девочке – бантики и платья с фартуком. Такое качественное и, мне кажется, очень хороший товар здесь. Мы благодарим и директора магазина за такую поставку, что очень благодарны, очень. Выражаю большую благодарность. Кто вот нам помогает. Большое спасибо. Целью данного мероприятия является поддержка детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В рамках акции в Черкесске за один день помощь получили более 50 детей из неблагополучных и малоимущих семей. Организаторами акции выступили отделы МВД Карачаева Черкесии. Ежегодная благотворительная акция «Помоги пойти учиться» проходит более пяти лет, помогая многим семьям. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева Черкесия. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ», затем программы «Русская редакция» в 14.30, «Вести Карачаева Черкесия» с Муратом Джанкиозовым. Всем удачной первосентябрьской пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин»